Важный прецедент в истории американского правосудия. В федеральном суде Нью-Йорка фактически развалилось дело против россиянина Дениса Кацива, владельца компании «Превизон» и первого обвиняемого по так называемому закону Магнитского. Власти США пошли на мировое соглашение. Вкратце, суть дела такова. Американская прокуратура требовала конфисковать активы фирмы Кацива, утверждая, что средства якобы похищены из российского бюджета. Все на основании заявления скандально известного главы фонда «Эрмитаж» Уильяма Браудера. Именно он в свое время инициировал санкционный закон Магнитского. А в России, напомню, он фигурант дела о неуплате налогов. Защита Кацива доказала, что их клиент с делом Магнитского не связан, а Браудер, на чьих обвинениях строилось дело, не имел достоверных сведений о деятельности фирмы «Превизон». Более того, всплыли подробности, уличающие самого Браудера в том, что так называемое хищение у фонда «Эрмитаж» могло быть подстроено. Показательным были, допустим, допросы кипрских директоров, которые подтвердили, что они выдавали доверенности на продажу активов. Это то, что, как всем известно, написано, как, в общем-то, во всех его декларациях Браудера, якобы похищение компаний фонда «Эрмитаж». Вот то, что называется хищением компании фонда «Эрмитаж», была гражданско-правовая сделка. Нету никаких доказательств того, что компании были похищены. В итоге американские власти предложили мировое соглашение. Судья постановил вернуть арестованное имущество. Дело прекращено и возобновлению не подлежит. Один вопрос остается открытым. Обратят ли конгрессмены США внимание на то, что закон Магнитского они приняли на основании, мягко говоря, сомнительных заявлений?